Приветствую! Видеоблогер Екатерина Снетко. У нас уже поздняя осень, середина ноября, холодно и конечно уже пора выкапывать все, что может не сохраниться за зиму. А что именно я вам сейчас покажу. Посмотрите, вот это куст канны. У меня есть один куст, который я выкопала. Посмотрите, сюжетик вот этот. Перед вами куст канны. Выкапываю, уже пора. Не обязательно дожидаться морозов. Главное, чтобы просохли клубни. И вот именно этот куст был совсем-совсем у меня захудалый. И посадила я его уже очень-очень поздно. Но он и цвел, он и выглядит хорошо. Ну и конечно необходимо его выкопать. Аккуратненько, аккуратненько выкапываю. Подкапывать надо со всех сторон. Вот почему не срезаю ботву. С ней легче вытаскивать. Посмотрите, какая красота. Какие мощные клубни. А ведь была совсем-совсем несчастная эта канна. Ну и вот теперь надо вытаскивать. Можно вытаскивать с помощью кого-то. И одной мне всегда тяжело, но выкапываю сама. Ну и все. Сейчас его надо отсюда вытащить. И потом обрезать эти. Отряхиваю немножко от земли, потому что невозможно будет иначе вытащить. И осталось обрезать и дать просохнуть. Вот это старое корневище. Оно действительно было замучено. Видите? Но канна пошла расти с другой стороны. И вот сейчас я поверну. Видите, как сухо? У нас очень сухая осень. А здесь вы смотрите, какие хорошие клубни. Это лишняя земля, которую не стоит таскать в погреб. Так я обрезаю мою канну. Выкопайте. Освободите от лишней земли и установите сухое место, где постепенно земля высохнет. Но у нас, видите, как сухо. И, конечно, такой ком таскать очень тяжело. Поэтому можно немножко-немножко еще освободить. И храню я в погребе в картонных ящиках. Ну а уже весной убираю. И фильмы у меня про это есть. Видите, как хорошо обновился куст. Главное любить растения. Ой, боже мой, какое тяжело. И ухаживать за ними. А этот куст пойдет в подарок. Я уже много кустов кан раздавила. Ну вот и этот пойдет в подарок. А у меня останется мой. Этот куст еще предстоит выкопать. Смотрите, какой он высокий. Выше меня. И, конечно, уже пора выкапывать. Можно было выкопать и чуть раньше. Но он был такой красивый, что не хотелось его тревожить. Уже покажу, как будет выглядеть куст, когда я его выкопаю. Но копать будет очень тяжело. Представляете, какой кустище. Около двух метров он вот так в диаметре. Возможно, так вы увидите его размеры лучше. Это не один клубень. Это много клубней. И, конечно, выкапывать будет очень сложно. Кстати, здесь есть семена. Семена можно посадить. Это даже очень интересно. А выглядят семена вот так. Посмотрите, черные горошины. Вот они какие. Один раз я пробовала сажать, но у меня, кажется, ничего не вышло. Стоит попробовать еще раз. Все-таки эксперименты интересны. Все надо делать вовремя. Вчера вечером выкапывала канны. Сейчас я вам их покажу. У меня получилось довольно много коробок с корнями. Но вот это место, которое вчера еще было бойлым, как видите, полностью усыпано листвой. Это ореховый канн. Полностью потерял свою листву. И теперь смотрите, что творится на земле. В этом году клубни. Канн меня не обрадовали. Хоть и много кажется, но маленькие совсем. И, конечно, все буду сохранять. Но по сравнению с прошлыми годами. Вот они. Есть, конечно, хорошие. Было бы здорово, если бы все были вот такими красивыми. И, как видели в начале фильма, там были замечательные корешки. Значит, надо сделать вывод. Вывод я делаю такой. На одном месте у меня уже лет пять, поэтому полностью это место обеднело. Земля оскуднела. Все, что можно было, корни взяли. Хотя я и удобряла каждую весну. У меня есть фирма про это. Поэтому ни в коем случае много лет на одном месте канну не стоит сажать. Надо менять места. Видеоблогер Екатерина Снетко. Еще вчера было сравнительно тепло, а сегодня у меня даже прудик подмерз. Можете посмотреть фильм о нашем прудике, о обитателях, о растительности. У меня есть целый плейлист. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok